Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1397. Разбор ответов Архимандрита Амбросия Юрасова, вопрос 59. Говорят, помоги себе сам, и ты спасешься. Если будешь спасать себя, как же ближние спасутся? Отвечает Архимандрит Амбросий Юрасов. Говорят, человек из мира ушел в монастырь спасать себя. И это действительно так. Для того, чтобы спасая себя, спасти других. Так что уйти в монастырь, это добровольно вознести себя на крест, на страдания. Комментирует ответ Архимандрита Амбросий Юрасова Игнатий Тихонович Лапкин. Человеку, задавшему этот вопрос, нужно было пояснить, что это не библейское выражение, а так говорят люди мира сего, и оно в корне неверно. Этот вопрос очень опасный. Почти 1600 лет вкладывали капитал в это, в кавычках, предприятие. Слово «монастырь» намертво отсутствует в Священном Писании. Христос учил совсем не так. Евангелие от Иоанна, 17-15. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Евангелие от Матфея, 10-16. «Вот, я посылаю вас, как овец среди волков, и так, будьте мудры, как змеи и просты, как голуби». Марка, 16-15. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Деяния, 8-4. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово». 1 Фессалоникийцам, 1-8. «Ибо от вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать». Ни среди апостолов, ни среди их учеников мы не встречаем даже намека на ту мысль, чтобы кто-то забился в монастырь и этим спасал себя и кого-то еще. «Если вы утверждаете иное, значит, это есть иное благовестие, не апостольское, а значит и не Христово». Апостол Павел так не проповедовал. Галатам 1, 8-9. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». «Идущие в монастырь не Христов крест взяли на себя, а сами себе крест придумали, а крест Христов бросили. Вознести себя на крест – такого выражения нет в Библии. И для чего вы все это накручиваете? Вы, Юрасов, обращаетесь с ясными словами, изречениями Божьими, как шут с бубенчиками. За всякое такое искажение Слова Божия вы будете поражены им смертельной язвой и беспокаянной смертью». Притча 36. «Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». Откровение 21, 8. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою». Это смерть вторая. Таразакония 4, 2. «Не прибавляйте к тому, что Я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые Я вам сегодня заповедую». Таразакония 12, 32. «Все, что Я заповедую вам, старайтесь исполнить. Не прибавляй к тому, и не убавляй от того». Экклесиас 3, 14. «Познал Я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицем Его». «Те священники, которые заполнили интернет и книжные прилавки своими ответами, в абсолютном большинстве в своих ответах не нуждаются в Библии. Они стараются своих слушателей, учеников, увлечь за собой, а не ведут их ко Христу». Евангелие от Иоанна 5, 44. «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога не ищете?» Таких делателей и деятелей в рясах, повторяю, не мирян, а именно в рясах, скрывающих под ризами свою волчью суть. «Апостол Павел назвал не просто волками, к которым относятся коммунисты и атеисты, открытые враги церкви, но лютыми, бешеными волками». Деяния 20 глава, 17, 18, 26, 30 стихи. «Измелита же, послав в Эфес, он призвал пресвятеров в церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им, «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что я чист от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Итак, «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Свою. Ибо я знаю, что по отшествиям Моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». «Христос воскрес, расторгнув узы смерти, она его бессильно победить. В великой вести радостной, поверьте, Он был, Он есть и вечно будет жить. Он жизнь свою для счастья человека в мучениях и страданиях отдал. Великий Бог от века и до века от плена смерти силою восстал. Несокрушимый и любвеобильный, несотворенный разум, жизнь и свет, наш Иисус смиренный и всесильный, Ему подобных не было и нет. Пускай звучит над миром гимн победный, в восторге душ до высоты небес, Друг мытарей, друг страждущих и бедных, Христос воскрес, воистину воскрес. Мы этот гимн великой правды вечной провозгласим любовью горя, чтобы во всем сознании человечьем зажглись огни святого алтаря. Христос воскрес, и нет на свете силы, способной Иисуса погубить. Ни замыслы врагов, ни мрачный плен могилы, Он был, Он есть, Он вечно будет жить. Продолжение следует...